Привет, друзья! Антон Макарский – один из самых обаятельных российских актёров, артист мюзиклов. Давайте же узнаем, как живёт этот замечательный актёр и кто его настоящая жена. Антон Макарский родился в Пензе 26 ноября 1975 года. Родительская семья распалась очень рано, ещё до рождения сына. Мальчика воспитывала мама Елена Михайловна. Большого достатка в семье не было, но мальчик всегда чувствовал любовь и заботу близких людей. Когда Антону было 10 лет, мама вновь вышла замуж. Отчим усыновил её ребёнка, Антон стал носить его фамилию Макарский. Актёр считает себя органичным сплавом многих национальностей. Его предками были евреи, поляки, немцы, грузины. Все близкие родственники будущего актёра были тесно связаны с театром. Михаил Яковлевич Каплан, дед мальчика, актёр Пензенского драмтеатра, до сих пор выходит на подмостки. Мама была преподавательницей Сальфеджио, актрисой кукольного театра. В кукольном театре работал и отчим. Антон с ранних лет стал участником спектакля местного драмтеатра, однако свою будущую жизнь он не хотел связывать с искусством. Он был ещё младшим школьником, когда надолго и всерьёз увлёкся спортом. Мальчик занимался боксом, фехтованием, силовым троеборьем. Во взрослой жизни он видел себя профессиональным спортсменом, тренером, преподавателем физкультуры. Его наставники поощряли такое стремление, в характере Антона они замечали полный набор качеств, необходимых для тренерской работы. Он обладал хорошими организаторскими способностями, был нацелен на успех, умел воздействовать на товарищей, имел непревзойдённое терпение. В 17 лет юноша находился в прекрасной физической форме, при росте в 178 см имел вес 67 кг. И тут в дело профессиональной ориентации молодого человека неожиданно вмешался его дядя, который просто предложил Антону попробовать поступить в театральный вуз. Знаменитые театральные родственники юноши такой вопрос даже не рассматривали, им было известно, насколько парень увлекается спортом. Но Антон всё-таки решил попробовать свои силы, возможно, хотел доказать самому себе, что у него есть талант. Карьерный рост Антона совпал со счастливыми событиями в личной жизни. На съёмках метро он встретил певицу Викторию Морозову, которая и стала его женой. Впервые Морозова присмотрелась к Макарскому на вечеринке после окончания кастинга. Он был невероятно очарователен и неподражаем. На предложение провести остаток вечера в доме Виктории на Цветном бульваре Антон согласился сразу. И, как водится, остался на ночь. Утром, стоя на балконе в лучах восходящего солнца, он предложил девушке руку и сердце, сказав такую речь, «Я не имею ни морального, ни физического права делать тебе предложение. Понимаю, где ты, а где я. У меня джинсы, две майки, а из имущества только гитара. Но если ты за меня выйдешь замуж, у тебя будет всё». Виктория, не задумываясь, тут же согласилась. Было в его словах нечто такое, чему она искренне поверила и не ошиблась. Однако все вокруг говорили, что они – не пара. Друзья Виктории относились к Антону с насмешкой, считая молодого бедного артиста Альфонсом. Но девушка была влюблена, и её абсолютно не интересовало чьё-либо мнение. Через год пара обвенчалась. А ещё через три – оформили отношения. Прошло время, актёр крепко стал на ноги, и теперь уже ему начали говорить, зачем ему Виктория, потерявшая голос, она после мюзикла «Метро», сорвав голос, ушла со сцены, старше за него на два года, да и к тому же не имеющая возможности родить ребёнка. Антон Макарский, когда речь заходит о его национальной принадлежности, не без гордости говорит, что помимо четверти еврейской, в нём течёт грузинская, немецкая, казачья и польская кровь. И можно себе только представить, как отразилась эта гремучая смесь на темпераменте актёра. Тем не менее, невзирая ни на что, звёзды отечественного шоу-бизнеса вместе уже 20 лет. Сейчас они поистине счастливы. Ну а тогда, в 1999-м, решив жить вместе под одной крышей, никто из них даже не предполагал настолько окажется сложным период их притирки, через какие испытания им придётся пройти. Антон, влюбившийся в певицу с первого взгляда, из-за своего сложного характера не раз собирался уйти от неё. Но несмотря на бурные ссоры и недопонимания, пара сумела не только сохранить брак, но и создать настоящую крепкую семью. У нас шли бои без правил, два совершенно разных человека, понимая, что они не могут друг без друга, начинают притираться. Бодались очень сильно, три раза я уходил в первый год, Вика возвращала. Я по старой привычке уходил дней на пять, куролесил, а она находила меня, вспоминает те годы Антон, который несколько раз порывался уйти в свободное плавание не из-за того, что разлюбил, а потому что считал себя недостойным Виктории. А так как мудрая женщина, отбрасывая все свои амбиции, находила нужные слова, чтобы успокоить и вернуть любимого. Она никогда не ревновала Антона к многочисленным поклонницам, у неё была какая-то абсолютная уверенность, что они созданы друг для друга. Вика меня возвращала всеми возможными способами, причём иногда полностью растоптав свою гордость. Знаете, что помогло нам преодолеть все препятствия? То, что после первого же самого сложного года обвенчались и поняли, что теперь мы – одно целое, вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств. Ситуацию в их браке усложняло и то, что супруги мечтали о детях, но у них никак не получалось стать родителями. За много лет пара перепробовала множество способов. Сдавали всевозможные анализы, консультировались у специалистов, ездили в паломнические поездки и молились в храме о прибавлении в семействе. Но всё было бесполезным, врачи ставили диагноз «несовместимость». Макарские в это верить не хотели и решили использовать все способы. Но после неудачного очередного эко в московской клинике Вика чуть было не лишилось жизни. Об этой истории Вика до сих пор говорит с трудом. От передозировки гормонов прохудились сосуды, жидкость пошла во все внутренние органы, меня раздуло настолько. Врачи прокалывали всё наживую и выкачивали огромным насосом. Я конкретно умирала, именно тогда Антон по-настоящему почувствовал настолько дорога Богом, данная ему женщина. После этого страшного случая в сознании обоих супругов наступил переломный момент, и они решили больше не идти против воли природы, а уповать на Всевышнего. Отменили очередное эко в Израиле и стали молиться. А когда в 2012 году стало известно о беременности 39-летней Виктории, счастливые супруги не могли поверить в чудо, которое они ждали 13 лет. Долгожданную дочку Макарские назвали Марией, а еще через два года на свет появился сын Ваня. Это два вымоленных ребенка. Врачи к их появлению не имеют никакого отношения, говорит Вика. Жизнь Макарских изменила религия. Теперь в любой сложной ситуации супруги обращаются к Богу, веря, что он поможет снова. Совсем недавно появилась новость о другой возлюбленной актера. Актриса Евгения Лютая, известная зрителям по роли врача Анны Ханиной в сериале «Склифосовский» в недавнем выпуске программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия объяснила, почему не вышла замуж за Антона Макарского». Они познакомились в конце 1990-х годов в театральном институте имени Щукина, тогда он назывался училищем. Студенты сразу привязались друг к другу. Евгении тогда было 18 лет, Антону на несколько лет больше. «Я думаю, что это была любовь, конечно, потому что мы решили пожениться. Мы дождались лета, поехали туром по нашим родителям, Антон попросил моей руки, поделилась воспоминаниями актриса. У пары все складывалось хорошо, Женя и Антон вдохновляли друг друга, а родители с обеих сторон одобрили их союз. Но позже Макарский поступил в театр у Никитских ворот. Его карьера пошла вверх, и Евгения же продолжала учиться. Тогда оба поняли, что из их брака не получится ничего хорошего и легко пошли на расставание. Антон считает, что я его бросила, а я так не считаю. Мне кажется, что пришло какое-то понимание, что наша жизнь только начинается, и наш брак скорее всего закончился бы, потому что мы оба очень эмоциональные люди. «Я думаю, что искры бы летели, но мы до этого не довели, мы вовремя с ним расстались», — объяснила актриса. Борис Корчевников в ответ на это зачитал отрывок из интервью с Антоном Макарским, в котором актер высказывался по поводу разрыва с Евгенией. Это была глупость. Помню этот момент. Скорее всего, Евгения влюбилась. Раскол произошел после ее возвращения со съемок. Там был рядом актер, партнер по сцене, процитировал слова Макарского ведущей. По словам звезды Склифосовского, это всего лишь ревность со стороны бывшего возлюбленного, связанная с его горячими грузинскими корнями. Вскоре Антон Макарский женился на актрисе Виктории Морозовой, после свадьбы она взяла фамилию мужа. Супруги вместе уже больше 20 лет и воспитывают двоих детей, дочи сына. Евгения после расставания с Макарским была замужем трижды и родила двоих сыновей, отцы у мальчиков разные. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok